Добрый день, меня зовут Лана, я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня в преддверии дня Святого Валентина, в преддверии дня всех влюбленных, мне хочется сделать для вас видеоподборку тех ароматов, которые я бы подарила мальчику, парню, мужчине, папе, дедушке, брату. Когда ты любишь, когда в твоем сердце поселилось такое великолепное чувство, как любовь или влюбленность, естественно, тебе хочется сделать приятное, уделить внимание, подарить подарок. Поэтому я считаю, парфюмерия это самый лучший подарок, один из самых лучших, на мой взгляд. Поэтому дарите, пожалуйста, подарки людям, которых вы любите. Потому что это всегда приятно. Приятно, как дарить подарки, приятно также их и получать, поверьте мне. Поэтому давайте мы не будем забывать о своих половинках, о своих прекрасных половинках, которыми мы испытываем трепетное чувство влюбленности либо любви. Нашу подборку начинает. Естественно, по-другому я и не могла начать видеообзор. Это Марка Антони Баруа. Марк Антуан Баруа. Энселейт. Осталось совсем чуть-чуть, в остатке во флаконе. Что я могу сказать? Это космос от Квентина Биша. Всё, что выходит из рук этого парня, мне нравится. Здесь, что мы слышим? Давайте я сегодня буду кратко, тезисно, чётко, не тратив ни своё, ни ваше время. Потому что время дорого. Энселейт. Что мы здесь имеем? Мы имеем здесь... О, как он звучит! Он свежий, он зелёный, он пряный, он горький, он кисловатый. Это, резюмирую. Ревень, ветивер, пачули и окигаловуд. Выжимка из пачули. Здесь также есть бобы тонка, которые придают такую глубину и теплоту этого элемента. Здесь также есть сандал, который придаёт сливочность, звучанию. Но, поверьте мне, сливочность надо ещё унюхать, так скажу. Вообще-то, это ревень и окигаловуд. Это невероятная композиция, это космическая композиция. Так не пахнет ни один аромат в мире парфюмерии. Это благодаря тому, что Квентин Биш добавляет везде этот окигаловуд. Потому что окигаловуд, это выжимка с листьев пачули, имеет очень-очень специфическое звучание. И единожды вы его идентифицируете в ароматах, вы его будете узнавать всегда. Лично для меня окигаловуд, нота окигаловуда является приманкой, заманушкой такой в аромате. Потому что он невероятно мне приятен, моим обонятельным рецепторам. Поэтому мне нравятся все ароматы, в нотах которых есть окигаловуд. Поверьте мне, это очень достойно. Знаете, чем пахнет окигаловуд? Он пахнет чем-то пряно-древесным, влажным, чуть-чуть кисловато-горьким. Но это надо просто понять, что это окигаловуд. И тогда вы будете его идентифицировать. Я очень советую подарить Encelade, потому что это невероятное что-то вкусное. Следующий аромат, чтобы не отходить далеко от Квентина Биша, мне нравится все, что он делает. Это LD Experimentum Crucis. Это свежий, это древесный, это кисленький за счет яблока. Море комплиментов. С ума сошла, когда первый раз я его услышала. Это просто шикарнейшее звучание. Это вы ни разу не пожалеете о покупке этого аромата. Это LD Experimentum Crucis. Это тотальный унисекс. Подходит как и мальчикам, как и девочкам. Он звучит свеже, кисло, горько, пряно, яблочно. Роза здесь очень хорошо чувствуется. Любителям розы я свободно могу посоветовать вот эту вот красоту, потому что роза пачули, вообще-то это такой тандемчик, очень модный в последние годы. Но здесь еще не забываем о том, что Биш добавил окигаловод. Здесь еще и личи. За счет этого аромат воспринимается не очень-то ординарно. Если просто так подумать, роза пачули. Нет, это не обычный аромат. Эти ароматы, вот эти вот два аромата, они ни на что не похожи в мире парфюмерии. Поэтому они похожи между собой. Да, чувствуется одна рука мастера. Однако они совершенно разные. Здесь ревень, здесь лич с яблоком. Учитывая то, что и там, и там окигаловод присутствует. Но я однозначно очень советую, кто любит розу, кто любит пачули, кто любит яблочко, кто любит необычные ароматы. Обратите, пожалуйста, внимание, потому что вот это космос. Вы с ума сойдете от этого аромата. Поверьте мне, это необыкновенная красота. Он необыкновенный просто. Он ни на что не похожий. Это просто бомба. Бомба, а не аромат. Дальше поехали. Следующий аромат. Давайте не будем отходить от Квентина Биша и закончим уже с ним. Это Amoage Purpose 23 года, насколько я помню. Этот аромат деревяшистый. Звонко деревяшистый. Крайне интересный, крайне самобытный. Ни на что не похожий однозначно, потому что это Квентин Биш. Его почерк чувствуется. Но вот и здесь окигаловуда нету. Это очень красиво. Знаете, чем это пахнет? Это пахнет древесиной. Это пахнет ветивер. Это пахнет чем-то цитрусовым. Древесина, цитрусы, ветивер однозначно здесь присутствует. Какой-то древесный мох здесь. Какая-то сырость, но не почулистая сырость. Здесь, скорее всего, влажные деревяшки. Аромат чистый, воздушный, звонкий. Нота звонкости проходит по всему времени звучания этого аромата. В некоторых ароматах я эту ноту называю нотой элегантности. Допустим, в Ксержов Александрия 2, Александрия 3. Там тоже есть такая натянутая струна, такого элегантного, звонкого звучания. Здесь это есть то же самое. Видимо, это цитрусы с деревяшками вот такое вот дают. Иначе, ну не могла я идентифицировать, что это. Но это невероятно красиво. Это унисекс как девочкам, как мальчикам. Это любителям ветивера. Здесь он вроде бы и землистый, но землей, подвалом он не пахнет. Здесь ощущение чего-то легкого. Стойкость у этого аромата, она просто запредельная. Постоянно получаешь комплименты, потому что это новый аромат. Он не похожий на все ароматы амуажа. Это невозможно, как красиво. И опять же, у Квентина Биша это получилось. На мальчиках это вообще красота просто. Это просто красота. Дальше поехали. Дальше один из моих любимых ароматов. Это Tom Ford тусканская кожа. Версия Intense. У меня есть и чистая тусканская кожа. Так вот, я хочу сказать, что в чистой тусканской коже все-таки больше преследуется малина. И тот вариант тусканской кожи предпочитает больше девочки. А этот все-таки для мальчиков. Так, что мы здесь слышим? Естественно, это малина. Естественно, это кожа. Но я бы сказала, что здесь преобладает нота замши над нотой кожи. Естественно, здесь есть деревяшки. Причем очень красивые древесные ноты здесь. Здесь жасмин очень красиво звенит в сердце аромата. Звенит. Сначала вы его не услышите, не идентифицируете. Сначала вы услышите здесь шафран и малину. Дальше вы услышите древесные ноты с жасмином. А вот база у нас будет и замша, и кожа, и деревяшки, и амбра. Это очень красивый аромат. Это невероятно дорого звучащий. Особенно к какому-то кожаному луку. Либо к каким-то штанам кожаным. Либо к косухе. Либо к кожаной сумке. Красивый такой, объемный. Шоппер такой большой. Это очень красиво. Этот аромат будет завершающей фазой вашего образа. Это красиво. Дарите, дарите своим любимым красоту, потому что они этого заслуживают. Это Том Форд Тусканская кожа интенс. Советую просто. Это невероятная красота. Дальше мы поехали. Дальше. Один из любимейших моих брендов. Гритти. Потому что ароматы ни на что не похожи. Они не похожи между собой. Это Магнифика Люкс. Это очень нежный аромат. Это кипарис. Это ирис нежнейший. За счет него здесь очень тонкая пудра. Но пудра не косметическая. Скорее всего она растительная. Здесь мед. Здесь почули. И здесь смолы. Древесные смолы. Которые придают глубину этого звучания. Кипарис вместе с почули отдает в сторону цитрусов. Хотя в этом аромате цитрусов нет. Но вот этот звонко-кислый момент создается благодаря кипарису и почули. Ирис, как я уже сказала, он чуть-чуть пудрочку такую дает. И мед и древесные смолы придают глубину этому аромату. И в общем, это такое красивое произведение. Я действительно его советую. Потому что это нежность, нежность и еще раз нежность. Вот так вот. Поэтому красиво. Так, следующая нежность. Что мы возьмем в следующий? А, о, давайте. Следующая нежность. Это у нас профайл 18. Что я могу по поводу этого аромата сказать? Вы сейчас, конечно, будете писать, что это не так. Это так. Этот аромат сейчас меняет на... Все, кто предпочитал. Аромат Лилаба Сантал 33 массово переходит на профайл 18. Этот аромат – это воплощение самой красивой мяты в парфюмерии. На деревянной подложке с свежим огурцом. Ребята, девочки, мальчики, обратите внимание на этот профайл. Потому что вы же знаете, что я в каждом бренде люблю вытаскивать, вылавливать какие-то жемчужины. Вы забудете про Сантал 33. Поверьте мне, профайл 18 Амбер Вуд. Это супер. Это мята самая красивая. Это самая красивая мята, которая у меня есть в коллекции. Это невероятная красота просто. Это мята с огурцом на деревянном подносе. Причем дерево такое спил, свежий, сочный. Как будто в лесу сорвал веточку мяты. И лежишь у тебя рядом порезанный свежий огурец. Ну, это просто прелесть. Это просто прелесть. Вы только попробуйте, и вы скажете, да, Лана, ты полностью права. Я даже не советую вам смотреть на фраги, из чего состоит этот профайл 18. Я вам говорю то, что вы услышите. Это мята, это свежий огурец, и это свежий спил дерева, как на лесопилке. Это вкусно, это красиво. И поверьте мне, это очень достойно. Причем по очень хорошей цене. Дальше поехали. Давайте эгоиста. Что-то я его так отодвигаю, отодвигаю. Это любимый аромат вообще многих мужчин. Предпочитает этого эгоиста очень давно. Это классика. Это пряная классика. Это пряная классика. Это чисто мужской аромат здесь. И роза чувствуется здесь. И мандарин чувствуется здесь. И дерево имеем в звучании. Кориандр здесь. Он дает пряность всему звучанию. Ваниль здесь есть. Кожа здесь есть. Там табак здесь чувствуется. Не сильно, но чувствуется. В общем, это такой классический аромат. Солидный аромат. Я бы не сказала, что он подходит, да, допустим, вот как Энцилейт и как Магнифика Люкс. Да даже та же самая тусканская кожа нет. Шанель эгоист выбирают под солидный костюм состоявшимся мужчинам. Это очень солидный подарок. Это все-таки Шанель. Давайте не забывать, что это Шанель. Резюмирую. Пряности, дерево, чуть-чуть табачка и цитрусы. Это красиво. Это очень красиво и это очень солидно. Дальше поехали. Это у нас Лорензо Вилареси. Это маск. Это унисекс. Здесь мы имеем цветочно-цитрусовые ноты на древесной подложке. Здесь мы слышим цветы однозначно. Букет из разных цветов. Но это унисекс. Запомните. Это как мальчикам, так и девочкам однозначно. Но красиво раскрывается и на мужской, и на женской коже. Здесь мы имеем и дубовый мох, здесь имеем и деревяшки, здесь имеем и цветы, здесь имеем и цитрусы, здесь имеем естественно мускус, судя по названию, и ваниль с сандалом. Это красиво. Это необычно. Это очень нежно. Вот, допустим, вот эти вот два аромата, я бы их соединила, они очень похожи своей нежностью. Однако, это мужские ароматы, которые советую носить и девочкам также. Не очень красиво раскрывается на женской коже. Но я бы все-таки их отнесла к мужским ароматам. Красиво, нежно, цитрусово, легко, на каждый день. Супер просто. Обратите внимание на этот Лоренцо Виллоресио. Красиво, красиво. Необычно, необычно. Дальше поехали. А дальше, а давайте-ка мы Баконеру рассмотрим. Ну что, Ортопорисио Баконера. Нашумевший аромат, очень стойкий. Если вы только начинаете знакомиться с произведениями Ортопорисио, советую начать с Баконеры, потому что это мощно, это однозначно красиво, согревает, придает настроение. Безумно красивый, с аккуратным вкраплением шоколада. Здесь еще и фруктовые какие-то ноты есть. Очень ювелирно сделанный этот аромат. Поднимает голову, распрямляет плечи стабильно 12-24 часа. Сладковатый перчик здесь хорошо слышен. Здесь слышен дымок какой-то. Здесь слышен о мускусе. Это унисексом бы я не назвала. Это стабильно мужской, шлейфовый, красивый, мощный, энергетически мощный аромат. Поэтому мужчинам вполне. Да, это красиво, это мощно. И что-то здесь фруктовое такое, наподобие вот малинки, какой-то ягодки однозначно есть. За счет чего постоянно его хочется обонять. Так, поехали дальше. Дальше у нас Тирони от того же Орто Париси. Тирони. Александр Гуальтиери, создатель этих ароматов. Так, здесь уже слышим малинку. Если здесь слышны какие-то отголоски каких-то ягод, то здесь идентифицировать малину уже очень-очень легко. Здесь он чуть-чуть нежнее, чем Баконера. Здесь береза присутствует, березовый сок. Кто когда-нибудь пил березовый сок, вы поймете, что я имею в виду. Здесь есть этот вкус, этот запах. Также здесь очень много деревяшек. Разнообразное дерево, как будто в лесу, рядом с лесопилкой. Вот такой вот отголосок есть. Вот такой вот аккорд деревянных нот здесь в этом аромате. Здесь ваниль также есть. Здесь почули есть. Здесь драгоценная амбра. Это все чувствуется. Он сладкий, он томный, он фруктовый. Он очень стойкий, он комплементарный. Советую девочкам однозначно Тирони попробовать. Если Баконера так себе, то Тирони вы можете свободно пробовать. Это красиво. А на подарок это вообще супер бомба. Поехали дальше. А дальше у нас пойдет амуаж Диа для мужчин. Но я бы с удовольствием его бы порекомендовала и девочкам. Но не важно. Сегодня у нас подарки мужчинам на 14 февраля. Здесь пудровый, цветочный, цитрусовый, кожаный почули здесь есть. Здесь есть апельсин, либо мандарин, либо лимончик. Нет, не лимончик. Скорее всего апельсин с мандарином. Здесь мой любимый пион, за счет чего слышится цветочная нота. Здесь также и ланг. Он округляет, закругляет звучание всего аромата. Здесь слива придает какой-то фруктовый аккорд. Корень ириса, который отвечает за то, что вы слышите чуть-чуть пудрочки. Но здесь, поверьте, не такая пудра, как пудра, допустим, в амуажде для женщин. Кожаный аккорд слышен. Это очень красивый цветочно-цитрусово-пудровый шипр. Однако это мужской аромат. Я с удовольствием его ношу. Да, это очень красиво. Здесь однозначно слышится хорошо пудра. И еще здесь есть аккорд одеколона. Не знаю, за счет чего он появляется, но он есть. Одеколона, красивого мужского одеколона. Это произведение искусства. Он очень комплиментарный, он очень стойкий. Он невероятно красиво раскрывается на мужской коже. На мужской коже это просто прелесть. Красиво. Дарите. Дарите мужчинам такие подарки. Вы же все равно рядом находитесь. Это, считайте, для себя вы дарите. Потому что вы это чувствуете, вы это нюхаете. Ладно, поехали дальше. Дальше мы поехали. Скоро уже завершаем видеообзор. Поэтому вот этих двух красавцев я оставила напоследок. Это у нас львиное сердце. Прекрасный, холодный, древесно-цитрусовый, фужерный аромат для мужчин. Однозначно, для мужчин. Здесь чувствуется соль, здесь чувствуются цитрусы, здесь чувствуется... Бергамот очень хорошо чувствуется здесь. Здесь чувствуются деревяшки. Он шлейфовый. Имеет безусловное дорогое звучание. Это Баодичей Викториус. Львиное сердце. Советую. Это мужской аромат. А вот этот красавец, это и тудым, и сюдым. Унисекс. Это у нас ее межести. Ее межести. Я сейчас в двух словах. Я не буду вам говорить, что сюда входит. Ее межести пахнет лимонными леденцами. Лимонными леденцами, которые висят на новогодней елке. Вот так вот. Это красиво, это торжественно. Благодаря вот этим ассоциативному ряду новогодних праздников. Да, вот елочность, кедровость, шишечность, шишечность, шишки, лимонные леденцы. Какие-то карамельки сосательные. Не шоколадная карамель. А вот именно такие леденцовость здесь присутствует. Цитрусовость. Цитрусовость. Это очень красиво. Это невероятно. Вот я вот сейчас рассказываю, и я улыбаюсь, потому что аромат вызывает столько положительные вибрации. Это красиво. Это унисекс. Это дорого. Это стойко. Это невероятно качественно собранный аромат. Это у нас ее межести. Ваше величество, понимаете? Как можно было по-другому еще назвать аромат с таким дорогим звучанием? Конечно, Ваше величество. Поэтому я советую его не только девочкам, но и мальчикам. Балуйте себя такими ароматами, потому что вы однозначно этого достойны. Поэтому я сегодня заканчиваю эту подборку. Вот это, конечно, это просто прелесть. Это просто прелесть. Обожаю его. Обожаю. Я сейчас привезла второй флакон. Это за полгода уже второй флакон. Это красиво. Это очень красиво. Дарите любимым хорошую парфюмерию. И вы этого достойны, и они этого достойны. Всего хорошего. С вами была Лана. Желаю вам хорошего дня. Пусть ваши дети и родители будут живы-здоровы. И любите парфюмерию, как люблю ее я. С наступающим праздником, дорогие мои. С Днем влюбленных. Спасибо. Спасибо.